добрый день дорогие друзья мы начинаем наш очередной урок пауза в начале как всегда пауза мы ждем несколько секунд чтобы убедиться что у нас есть интернет соединение нормальное и тогда мы приступаем ну вроде как не отключается и может быть даже какие-то люди сейчас появятся и нам сообщат что все нормально тема сегодняшнего урока у меня связано с нашей недельной главой а в эту субботу мы читаем главу ки т.ц. ки т.ц. ле мельхама когда выйдешь эта книга дворим и надо вам сказать что в этой главе есть огромное количество заповедей ну просто огромное количество даже посчитал как-то здесь у меня получилось 27 положительных заповедей и 47 отрицательных заповедей то есть всего это семьдесят четыре заповедей вот здравствуйте моим от меня и моей жене наташа тебе тоже здесь уже передают привет вот потому что сказано здравствуйте вами вашей жене то есть они знают что моя жена уже так незримо участвует в уроке всем привет если будут какие-то нефалатки то вы мне пожалуйста сообщить ну хотя бы я буду об этом знаете я не уверен что я могу что-то сделать с этим но знать я буду итак глава и ки т.ц. много заповедей есть в этой главе но мне захотелось поговорить о самом финале о заключительной части нашей главы и там есть очень важная важная заповедь заповедь связанная с амалеком вот я произнес слово амалек 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 такой народ такой правитель и у евреев с амалеком достаточно непростые отношения значит мы с вами открываем книгу дворим это самый конец нашей недельной главы получается дворим 25 глава и начинается с 17 стиха и здесь четко и ясно сказано помни что сделал тебе амалек по дороге выхода твоего из египта который встретился тебя случайно по дороге в из-за неф дыха и он отставших он ослаблял он делал слабыми отставших вот так вроде когда и ты был уставшим и не боялся бога чем непонятно кто не боялся бога амалек или ты и будет когда упокоит господь бог твой милосердный тебя от всех твоих врагов вокруг тебя в земле который господь бог твой дает тебе в наследие и дальше сказано сотри память амалека из-под небес не забудь вот такая вот глава вот такая вот заповедь сотри память амалека из-под небесной из-под небес не забудь надо вам сказать что это настолько серьезная заповедь что есть отдельная заповедь читать вот этот отрывок помню что сделаете сделать тебе амалек есть это недельная глава когда вот перед перед пупу перед по праздником пурим там когда вот глава захор мы читаем и сказано что все должны выслушать вот эту вот вот этот отрывок помни что сделать тебе амалек видимо это очень важно и наши мудрецы установили что вот есть такая заповедь выслушать помни что делать но вот что мы должны сделать мы должны стереть память амалека из-под небесной если вы не спросите что такое стереть память амалека из-под небесной я вам честно признаюсь я не знаю что Я понимаю, что когда-то давным-давно был такой народ, Амалек, и мы помним в книге Шмот, когда мы вышли из Египта и только удостоились перейти море, когда оно раступилось и было вот это чудо. И потом через три дня была история с отсутствием воды, когда Мушей добывает воду из скалы, ударяет посохом своим по скале, идет вода, и вот мы пьем эту воду. После этого там, это в главе Бешалах, это Шмот, 17 глава, там вот как раз и пришел Амалек и воевал с Израилем. Первый раз. И там вот эта история, когда Муша поднимает и опускает руки, и когда вот Аарон и Цур поддерживают ему эти руки, мы выигрываем, они проигрывают и так далее. То есть, вот смотрите, дважды, дважды в Таре упоминается о войне с Амалеком. Есть еще одно упоминание об Амалеке, очень важное, очень важное, это когда Белам пытается проклясть и произносит благословение. Там вот в самом последнем его благословении, условно говоря, благословении, он произносит очень важную фразу, что Амалек – первенец народов. Амалек – первенец народов. Из этого кое-что становится понятным, потому что в свое время Всевышний сказал, что Исраэль – мой первенец Всевышнего. Как Всевышний это сказал, если Исраэль – первенец Всевышнего, Амалек – первенец народов, то, конечно, конфликт неизбежен. Тот, кто является первенцем народов, наверное, желает быть и первенцем Всевышнего. Ну и, может быть, поэтому между нами, между еврейским народом и Амалеком, народа Амалека, вот такая вот вражда, вражда бесконечная, просто бесконечная. Хотя сказано, что у Всевышнего война с Амалеком, Всевышнего, не у еврейского народа война с Амалеком, а у Всевышнего. Но вопрос остается, как сделать так, чтобы стереть имя Амалека из-под небесной? Вот этот вопрос мне хочется сегодня с вами каким-то образом попытаться на него ответить. Я понимаю, что ответить на него окончательно и бесповоротно однозначно, я думаю, что невозможно. Но, по крайней мере, я вам хочу показать свой вариант. Как я сегодня понимаю эту заповедь? Что мне сегодня делать, чтобы стереть имя Амалека из-под небесной? По крайней мере, я поделюсь с вами своими размышлениями на эту тему. Значит, на чем строятся мои размышления? На том, чтобы сравнить тот отрывок, который приводится в книге Шмот, и этот отрывок, который приводится здесь. Понятно, что здесь Муше повторяет эту историю. Но мы всякий раз видим, что Муше не однозначно повторяет. Он не повторяет слово в слово, что было до этого. Он находит какие-то другие выражения, другие слова, другой подход. Иногда меняет акценты для того, чтобы нынешнее поколение, видимо, смогло воспринять вот это событие, давно произошедшее. Оно произошло 40 лет назад. Правильно. Актуально на сегодняшний день. Так вот, для того, чтобы понять и сравнить, я с вами перемещаюсь в тексте Бешалах 17. Бешалах 17. И я читаю, что там написано. Что мне важно? Мне важен маленький кусочек, что написано в тексте до того, как написано «И пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидим». Вот до этой фразы написано следующее. Когда мы наконец-то получили воду из скалы, мы утолили свою жажду. И вот сказано следующее, что место, в котором произошла вся эта история с водой, она называется «Маса омерева» – «Переговоры и споры горькие». Потому что это связано со спором между сынами Израиля. И там написано «Ве аль насотам эташем» и «их испытанием». То есть Израиль подверг испытанию не кого-нибудь, а Всевышнего. «Ве аль насотам эташем ле эмор» и они испытывали Всевышнего в том месте, Рефидим, говоря «Хаеш ашем бекербейну им айн». «Есть ли Всевышний среди нас или нет?» Вот эта вот фраза прозвучала. «Есть ли Всевышний среди нас или нет?» Как только прозвучала эта фраза, следующая фраза «И пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидим». То есть понятно, что предыдущая фраза, можно сказать, была вот такой внутренней причиной, толчком, почему приходит Амалек. Значит, запомним. «Вроде бы как мы получили то, что хотели, мы получили воду, мы, причем чудесным способом, мы утолили свою жажду, и однако написано, что мы испытывали Всевышнего». Известно, сам Всевышний будет говорить, что 10 раз вы меня испытывали в пустыне, видимо, это один из 10 раз. И главное, чем мы испытывали, мы заявили, а есть ли Всевышний среди нас или нет? Это было там. И пришел Амалек и воевал. Что происходит в нашем, в нашей недельной главе? Давайте посмотрим, о чем говорится до того, как написано «Помни, что сделал тебе Амалек». Что рассказывает Муше или что требует Муше или что излагает Муше. Значит, если вы откроете книгу Дворим, 25 главу, прямо начиная с 13 стиха, то увидите очень интересную вещь. Рассказывается там следующее. Там сказано так. «И не будет у тебя в кармане твоем, эвен ва эвен, камня и камня, большого и маленького, и не будет у тебя в доме твоем меры объема большого, большой и маленькой». Ну, это значит некий сосуд, которым измеряются сыпучие видимые материалы. И дальше написано так. «Камень полный и справедливый будет у тебя, мера веса полная и справедливая будет у тебя, для того, чтобы удлинились дни твоей жизни» и так далее. «И потому что вот эта вот неправильная мера весов, это мерзость для Всевышнего, тот, кто делает, ну, делает плохо. Он делает мерзость для Всевышнего. И как только это заканчивается, и сразу написано «Помни, что сделал тебя Амалек, когда ты выходил из Египта». То есть, до этого идет рассказ о том, что у тебя должны быть правильные весы, что камушки, ну, гирьки вот эти, да, они должны быть верными. Ну, то есть, если нам написано, что на гирьке там 20 грамм, да, то это должно быть 20 грамм. А не так, что написано 20, а на самом деле 15 или 25, да. Как в том анекдоте, дважды два сколько, это мы продаем или мы покупаем. Все зависит от ситуации, да. Так, в данном случае это говорится, что плохие весы – это мерзость для Всевышнего. Значит, в первом случае мы испытывали Всевышнего, сомневаясь, есть он или нет. Во втором случае речь идет о гирьках. У гирьках фальшивых и не фальшивых, фальшивых гирьках и мере весов. И как только, значит, об этом сказа говорится, сразу упоминается. Да, пришел Амалек и воевал. Если я кого-нибудь спрошу, вообще-то Амалек – это хорошо или плохо? Ну, казалось бы, наивный вопрос. Что ж в этом хорошего, да? Амалек приходит и воюет с тобой. Не знаю, почему он приходит и воюет, но, конечно же, всегда, когда возникает некое сомнение, вопрос, то легче и проще всего обращаться к комментарию Раши. Тем более, что они практически всегда присутствуют, вот эти комментарии. Ну, естественно, я тоже поинтересовался, что по этому поводу думает Раши. На стих «Помни, что сделал тебе Амалек». И Раши пишет следующее. Если ты обманул в весе и в объеме, то волнуйся, так скажем, волнуйся. Потому что придет враг. Враг и устроит тебе войну. Значит, если ты халтуришь, мухлюешь с весами, то следующим шагом обязательно придет тот, кто с тобой начнет воевать. Вот так понимает Раши вот это вот соседство. Соседство этих гирек и Амалека. И тут же Раши нас отсылает к притчам царя Соломона. Он нас отсылает к притчам царя Соломона. Я даже не поленился. Открыл, взял, открыл, приготовил эту книжечку. В притчах в Мишле, глава 11, с самого начала, с самого начала написана очень интересная вещь. Ну, касательно вот того, что мы говорим. Лживые весы – мерзость перед Всевышним. Верный камень или вес – благословение его. Значит, вот почему-то Всевышнему не нравятся неправильные весы. И вот неверные гирьки для него – это мерзость. И дальше пишется следующий прямо в стих. Вот встык с этим написано так. «Явится высокомерие, явится и посрамление». Явится высокомерие и явится посрамление. Как только ты свою высокомерность начинаешь проявлять, вроде бы как, знай, через минуту к тебе придет вот это вот падение и посрамление, и ты будешь посрамлен. Более того, в Талмуде, в Масахет-Сотта, сказана тоже интересная вещь. И опирается именно вот на этот стих по поводу того, что явится высокомерие и после этого тут же явится посрамление. Потому что, смотрите, высокомерие на самом-то деле, оно, конечно, может проявляться вовне, но, как правило, высокомерие – это внутреннее качество. Это вот мое самоощущение, мое самоотношение, отношение меня ко мне. Да, высокомерие – это, ну, скажем, завышенная самооценка. Оно может и проявляться вовне, а может и не проявляться вовне. Я могу быть высокомерным, но не демонстрировать этого. Хотя демонстрация, наверное, скорее всего, будет. В том, как я смотрю, как я говорю, интонация, жест. Это в иском мире проявляется. Но посрамление, оно ведь публично. Потому что если нет посрамления, если, допустим, меня кто-то посрамило, я не реагирую на это. Ну, по сути, нет посрамления. Может быть, я и обиделся. Но посрамление, мне кажется, все-таки акт внешний, а не внутренний. Поэтому, если высокомерие – это внутреннее состояние, то посрамление – это внешнее состояние. И вот как раз об этом в Талмуде и говорится. Там в Талмуде говорится следующее. Это вот, я выписал, это трактат Сота, девятый лист А. Написано так, что если ты что-то делаешь в тайне, скрыто, Всевышний открывает это всем. Вот ты задумал что-то тайное сделать. Ну, видимо, имеется в виду нехорошее, да? Если ты что-то нехорошее задумал в тайне сделать, то Всевышний возьмет и откроет это и укажет всем на то, что ты делаешь. Вдумайтесь, почему в притчах царя Соломона такое важное место уделяется весам, фальшивым весам. Имеется в виду, что человек умышленно делает так, чтобы весы показывали неправильный вес. То есть человек, который к тебе приходит и у тебя что-то покупает, он смотрит на весы и он видит, что да, вот я положил гирьку, на кирке написано 20 грамм, и оно уравновешено. Он же не знает, правильный это гирька или неправильный. То есть, то, что я делаю плохое, я делаю скрыто. Я ведь не говорю ему, вот знаешь, а гирька у меня неверная. Вот. И взвешиваю. Нет, конечно, я это не говорю. Я говорю, гирьки нормальные. Гирьки нормальные, я взвешиваю и имею прибыль. Значит, история с весами или со скрытыми гирьками, это по существу желание скрыто, тайно, совершить некую мерзость в глазах Всевышнего и не убояться его. Да? Что такое сделать так, чтобы... Значит, получается так, смотрите, очень важно. Когда я делаю что-то скрытое, я ведь кого боюсь? Я перед кем скрываю? Перед другим человеком. Я его боюсь. Я боюсь, чтобы он не открыл мою тайну. Всевышнего я не боюсь. Не боюсь. Я что, думаю, что Всевышний этого не видит? Ну, наверное, так и думаю. Скорее всего, я думаю, что Всевышнего нет. Поэтому я могу это делать. Вспомните, вернемся к первому случаю появления Амалека. Мы получили все, что хотели. Мы напились этой воды. Мы утолили свою жажду. Почему вдруг мы стали испытывать Всевышнего и говорить, а есть ли здесь Всевышний или нет? И пришел Амалек. Зачем эта фраза вообще возникает? А есть ли Всевышний или нет? Мы ведь все получили. Чудо произошло на наших глазах. Да? Он добыл воду из скалы. Вода нормальная, хорошая, минеральная какая-то. И все хорошо. Как мы можем сомневаться после этого, когда на наших глазах это происходит? Зачем эта фраза там присутствует? Я думаю, вот зачем. Что та фраза не связана с тем чудом, которое там произошло. Не связана. Связана с местом. Место там написано «Рафидим». «Рафуй» на иврите – это расслабленность. Когда, как правило, мы говорим «Рафуй ядаем», то есть расслабленные руки. Расслабленные руки делают что-то нехорошее. Из них все вываливается. Они не могут удержать. Ничего не могут удержать. Все проваливается сквозь них. Не случайно место называется «Рафидим». Потому что это связано с какими-то неправильными руками. Две левых руки или прочее. И вот эта фраза «А если Всевышний среди нас» на самом-то деле сравнивается с неверными гирьками. Ведь когда человек решил себе вдруг заработать на неправильных весах? Когда он решил обмануть другого? Решил обмануть другого скрыто. Не открыто, а скрыто. Значит, он не боится Всевышнего. Он боится клиента. Но клиент об этом ничего не узнает. Значит, если нет Всевышнего среди нас? Нет. Я не боюсь Всевышнего. Я не боюсь того, чего нет. Я боюсь то, что есть. Есть клиент. И он может отреагировать на то, что я его обманул. Даже вот очень больно для меня отреагировать на то, что я вот его обманываю. Поэтому я это делаю скрыто. И поэтому весы, по утверждению Соломона, мерзость в глазах Всевышнего. И все, что я пытаюсь сделать скрыто, Всевышний это открывает. И каким образом он открывает? Приходит враг. Приходит Амалек. Получается, приход Амалека. Это реакция. Реакция на то, что я сомневаюсь, есть ли вообще Всевышний. Я не сомневаюсь, что есть другой. И этот другой может мне оказаться профилей, даже наказать меня. В этом я не сомневаюсь. Поэтому я скрываю. А Всевышний берет и открывает это. И присылает ко мне Амалека. А Амалек это мой непримиримый враг. Поэтому, когда мы здесь читаем этот отрывок, и сказано и не убоялся Всевышнего, то я не знаю, о ком здесь идет речь. О том Амалеке, который пришел. Или обо мне, который пытается скрытно сделать некую мерзость. Может быть и то, и может быть и другое. Но факт остается фактом. Согласно трактату Сота, то, что ты пытаешься сделать скрыто, Всевышний это делает открыто. Если к тебе приходит гордыня, то поверь, тут же за ним придет посрамление. Если гордыня у тебя внутри, даже ты никому это не покажешь, посрамление будет публичным. Вот это вот нужно понять. И тогда мне начинает быть понятным, что такое сотри имя Амалека из Поднебесной. Это очень просто. Чтобы стереть имя Амалека из Поднебесной, надо, чтобы твои гирьки были правильными. Вот и все. То есть, нужно, чтобы твои намерения, те скрытые помыслы, которые в тебе есть, и которые определяют мотивы твоего поведения, которые толкают тебя на те и иные поступки, не были мерзостью для Всевышнего. Для этого ты должен понимать одну очень простую вещь, что Всевышнему все известно, что Всевышний здесь. В противном случае придет обязательно Амалек. И тогда все станет публично. Видите, вывод очень прост. Чтобы стереть имя Амалека из Поднебесной, нужно, чтобы ты пользовался верными гирьками и верным объемом. И тогда все будет хорошо. Тогда все будет хорошо, и никакой Амалек тебе не придет. Получается, что Амалек, на самом-то деле, это, знаете, как волк-санитар леса, да? То есть, не будет волков, там все эти самые бараны, кабаны и прочие кабаны, они станут жирными и умрут от ожирения. Нужно, чтобы кто-то заставлял их бегать по этим лесам. А это вот волк. Поэтому, видимо, волк необходим. И в природе все устроено гармонично. В человеке, к сожалению, не так. У нас есть право выбора, и поэтому мы можем решать, так или по-другому. И вот сравнивая вот эти два куска, когда приходит Амалек в первый раз, а если среди нас Всевышний, второй раз гирьки сделал неверные, скрыл, потому что уверен, что нет Всевышнего, или он не видел. И если ты хочешь действительно выполнить заповедь, стереть имя Амалека из Поднебесной, делай верные гирьки. Ответ очень прост. Я думаю, что, конечно, есть еще комментарии, есть миллион этих комментариев. Просто на сегодняшний, вот сегодня я прочитал это так. И я для себя это ответил вот таким образом. Исходя из того, что царь Шлумо говорит, что лживые весы – это мерзость для Всевышнего. И лживые гирьки – это то, что ты начинаешь делать скрыто, это побудило прийти Амалека. И Амалек всякий раз будет приходить, как только ты вот такую мерзость будешь делать. Вот это вот я вам хотел рассказать. Я сейчас посмотрю, может быть, кто-то что-то меня о чем-то спрашивает. Шалом, шалом, из былой церкви. Всем здравствуйте. Так. Еще раз раз, доброе утро. Так. Народ здоровается. Ладно. Но по сравнению приходит запоздало. Вы знаете, Всевышний наказывает сразу только тех людей, которых очень любит. Как правило, есть задержка. Знаете, вот Всевышний выжидает какое-то время в надежде на то, что человек, ну, сам покается. Не нужно будет оказывать воздействие извне. Вот я что-то сделал, и я сам пришел к выводу, что это плохо, и сам сделал шуву, покаяние. Ну, на это уходит какое-то время. Если же он тут же меня наказывает за мой проступок, значит, он очень беспокоится, чтобы я все-таки очистился, и очень меня любит. Поэтому, когда он наказывает сразу, это великое благо. Как правило, есть задержка. Да. Вы правы. Истина только Аташева. Ну да. Да. Это точно, конечно, истина. Правда, это от нас, а истина от него. Истина, она одна. Правда много, а истина, она от него. Да, хорошо. Отлично, отлично. Значит, дорогие друзья, вот больше нет никаких вопросов и реплики. Я надеюсь, что все, что я сказал, наверное, понятно, но опять-таки повторяю, это всего лишь один из комментариев, одна точка зрения. не принимайте это за абсолютную истину. Это всего лишь повод для размышления, чтобы мы с вами поговорили, потому что размышлять над строчками из Тары, из Мишле, из Талмуда, это замечательно. Это и есть то, что мы называем Талмуд Тора, изучение Тары. Это заповедь, мы ее делаем. Все. Значит, я вам желаю всего хорошего, главное здоровья, шаббат, шалом, ну и даст Бог, может быть, на следующей неделе вот снова увидимся и снова поговорить. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok